Так вот, все дело в том, что если на дороге ничего там не зависит, то в наших душах, в наших сердцах, все зависит от нас, будет ли у нас это каменистая почва, сортная почва и, наоборот, благодатная почва, как мы ее сделаем, так и будет. Мы все чтим Казанскую икону Божьей Матери. И, с одной стороны, к ней относимся как очень милостивой, с другой стороны, как строгой, и, с третьей стороны, мы знаем, что она нам помогала всегда именно в трудные моменты нашей жизни и нашей истории. И даже помогала, может быть, кому-то из нас тоже в тяжелые моменты нашей жизни. И, если так немножко, чуть-чуть, краткую историю, то мы знаем, что она явилась в городе Казань в скорости после взятия Казанского ханства, после присоединения этого ханства к православной Руси, явилась Божья Матерь Казанская. Дальше, ее моменты. Что мы сегодня чтим? Это когда с помощью этой иконы, вернее, молясь перед ней и в праздник ее, наш народ под руководством Мининой Пожарской знали поляков из Москвы. Мы знаем еще момент, когда монголо-татары боялись ее. Мы знаем моменты в том, что немцы во время Великого Отечества, мы знаем, что молебну служили, мы знаем, что сам маршал Жуков возил ее с собой, и она помогала неоднократно. И много-много-много-много чего, мы знаем именно коренных моментов, связано с ней, что наши войска молились перед видными, сразу же я не точно, перед наполеоновской, перед Куликовской, как это, Бородинской битвы, молились опять же у Казанской, и она помогала. Так, то есть она нам помогала в чем? В созидании нашего православного Отечества. Именно в созидании не просто Отечества, православного Отечества. Сейчас, на сегодняшний день, что мы имеем? У нас, можно сказать, псевдоправославие и псевдотечество. То есть, что я по словам псевдоподразумеваю? То, что мы все себя считаем православными, а живем не по заповедям Божьим. Мы их чаще нарушаем. Ну, при этом причем. Вот мы, Русь, последний оплот православия и так далее. То есть, что мы делаем? Мы впали в прелести, мы прелестили своими маленькими православными достижениями. Мы прелестили своей неподобающей духовной жизнью. Потому что духовная жизнь – это отречение от своих всяких чувств, эмоций, от зла, от гордыни, от самолюбия, от прочих, 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 прочих грехов. Так? Мы сейчас пребываем и в гордыне, в самолюбии, в строкливости, упрямости, в зле, во многих других блудных грехах там и прочих. Я уж не буду быть так, как все знают. Так? А уж какая гордыня у нас у всех. Так? Это грех сатаны. Значит, или мы с сатаной, или мы с Богом. Если мы будем с дьяволом, то есть не будем бороться с грехами. Вот я. Я. Так, значит, мы с дьяволом. Значит, Бог с нами не будет. И Божья Матерь тем более не будет. И поэтому я так смело говорю псевдо-православными мы с вами стали. Если в годы атеистами были многие, но многие атеисты Бога верили, и многие тянулись к Богу, и многие, ну ладно, я там, типа, в Бога не верил, но вроде какая сила есть. Так? И то что-то хорошее было. То есть сейчас мы все почиваем на лаврах, да, мы все православные, да, но большинство из наших людей в церковь не ходит. Большой из наших людей не испавится, не причащается, довольны тем, что к Матронушке съездили, попросили, что мне нужно, и хватит с меня. Или еще что-нибудь помолились, или пришли на крещение за святой водой, на Пасху, на крестный ход, перед Пасхой куличко светили, и многие из нас так живут. И те, кто ходят в храм, тоже не до конца православные, потому что тоже у нас много грехов, и особенно характер наш. Почему православная вера так распространялась в первые века христианство? Потому что у них не было гордыни, у них было смирение, и сам Бог сказал, почему будут узнавать, что вы мои ученики, потому что любовь будет между вами. Любовь между нами сейчас есть? Есть любовь-то? Нет, то. У нас сплошное самолюбие. У нас в семье ходит борьба, муж-жена, дети-родители. На работе борьба, подчиненные начальники. Так, и везде, и везде. Я, 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 и только я. Мы даже разговаривать уже не умеем. Давайте вспомним, лет 30-40 назад люди могли говорить друг с другом. А сейчас каждый хочет выговориться и задавить другого. Да ты не мешай, ты помолчи, сейчас я скажу, подожди, пока мысль не забыл. Помолчи, что ты глупости говоришь? Вот я говорю, так? А ты думаешь, что ты глупости говоришь? Я хочу сказать, что ты мне не даешь, подавляешь меня. И вот так мы живем. То есть мы живем уже как бесы в аду. И это уже не православие. Это уже борьба с православием. Это уже отпад от православия. Теперь, я говорю, что православие и отечество. А как мы к отечеству относимся? Начнем с того, что большинство из нас попытались своих детей не пустить в армию. Я уж не говорю про то, что... И вообще плевать на них. В принципе, была бы у меня зарплата хорошая. Большинство такое отношение. И что там, чего там, как там. То есть одни скорбели, когда страна разрушилась. Другим плевать, все равно. Главное, стали говорить, что раньше колбасы не было. Сейчас колбаса есть, хотя там тоже была. Но там сказали, что сейчас полнота не было. И мы рады, и верим. Мы что, слепые, что ли? Не помню, что было 20 лет назад. Тогда к нам телегр говорит, и мы говорим. Ладно, там молодежью легко обмануть, сказать. Раньше было плохо, сейчас хорошо. Так? Мы верим всему, что нам говорят. Но опять же... Опять же, как подозревать? Нам в принципе, по большому счету, да все равно. Будь что будет, там плевать. Теперь, сколько сейчас мы видим глобализация, глобализация... Многие понимают, что это плохо. Так? А многим все равно. То есть что вообще не будет государства, а будет часть какое-то подразделения глобального государства. Так, я объясняю, если Бог создал нации и народы, если Бог создал народы, значит, Бог создал государства, если мы все это будем делать единое, значит, ни жизни, ни мира, ни любви не будет на земле. И всегда нужен будет враг. То террористы, то антиглобалисты, то еще кто-нибудь. Но враг всегда будет нужен. Его будут искать. И вот это, потому что если его не будет, так другие проблемы возникнут. Но дело не в этом. А дело в том, что нам все равно, что, какие процессы идут, как они идут, и все остальное. И даже те начинающие явления, с которыми мы уже сталкиваемся постоянно и настойчиво, мы и с ними бороться не хотим. Напрягаться не хотим. Хотим на кого-то все это сбросить, свалить. А я сам не буду. Вот пускай там церковь, пускай там кто угодно думает, а я сам бороться один не хочу. А тут как раз борьба будет каждого. И должна быть каждого. И здесь каждый в поле воин. Один в поле воин. Потому что сколько раз я говорил, еще повторяю, что дьяволом можно бороться в одиночку. Сюда приводил, пример проводил. Там маленький источник света большую тьму уничтожает. И источник так же есть маленькое добро, большое зло может уничтожить. Но опять мы стали пассивными. Мы стали активными ко злу. Мы стали активными ко греху. Мы стали активными к самолюбию и гордыне. Мы стали пассивными ко всему тому, что происходит с нами. Естественно, пассивных Бог накажет. И сам Господь Иоанн говорит, что лучше быть или холодными, или горячими. Но не будьте теплохладными. Мы сейчас таковые и есть. У нас сейчас дороже все. Мое положение, мой комфорт, мой покой, твое спокойствие мне дороже. Каждому из нас. И при таком подходе не будет у нас хорошей жизни. И Божья Матерь не будет нас осенять своим амафором. Не будет она с нами, если мы хоть чуть-чуть не будем иметь веры и немножко бороться за нее. А за нее бороться это не только там политически. А в первую очередь борьба с собой. Борьба с теми бесами, которые нас искушают. Вот в чем начало борьбы. А мы даже если и говорим что-то там о государстве, так, о политике, то опять же говорим как. С позиции вот там надо веры прятать, тогда то надо. Да чтобы меры были, надо чтобы каждый из нас внутри своей души принял меры. Тогда будет польза. Когда каждый из нас будет бороться со своим злом. Когда его взгляд не злится. Когда его обижает, он не обижается. Раздражает, не раздражается. Когда он свою гордыню топчет и уничтожает, смиряет ее. Когда в другом видит не зло, не вредность. Так, не плохие качества. А видит хорошие качества. И игнорирует, как мы игнорируем свои физиологические отходы. И чужие тоже. Так, точно так же мы должны игнорируем в каждом человеке его плохие качества. Первое число. И уничтожать себе свои плохие качества. Вот тогда будет то, к чему мы все рвемся, то, к чему мы хотим. И тогда Божья Матя будет с нами. Субтитры сделал DimaTorzok